И здравствуйте, товарищи! С вами Сноусет, и мы продолжаем проходить Alan Wake DLC, как оно называется? Добраться до лесопилки, будем так его называть. Я что-то забыл. Сияние или что-то такое. Как фильм с... Короче, блин, Стэнли Кубрика. Мы теперь как братья родные. Ну, да, чувак. Нет, на самом деле, к Барри в конце Alan Wake я начал уже довольно хорошо относиться. Не вырубишь топором. Ты уволен. Не, Барри на самом деле нормальный. Хорошая работа для полуночников. Бум. Мне нравится такой бум. Ай. Ни серии без этого не обойдись. Так, и так, продолжим. Инструменты. Берем инструменты. Инструменты это ведь не бум? Нет, инструменты это не бум. Блин, сейчас такой звук был, как будто у меня за спиной кто-то нет. Патроны для дробовика, это хорошо. Наверное. У меня есть патроны для дробовика? То есть дробовик-то у меня есть, да. О, телевизор. Он чувствовал, как они подступают. Уже даже не создание из плоти, лишь тени и призраки, проходящие сквозь его тело. Они были здесь. Они были здесь. Блин, да что ж такое-то? Да, тени. Я вообще не понял. А чем они отличаются от обычных? Вроде как, когда с них сетываешь. Вроде бы, когда с них щит сбиваешь, что они такими же и становятся, как и обычные. А, блин, надо было всего лишь заюзать один бум. Это что? На костам было написано или что? Бля. Они быстрее, по-моему, становятся, когда они бестелесные. О, бум. Вот вам и бум. Хоть на одного пригодился. Хотя звук такой был, как будто еще сзади есть. Ракеты. Ракеты это хорошо, но... Ракеты это хорошо было бы, если бы я их правильно использовал. Помповое ружье или дробовик. Да, они перемещаются, когда они бестелесные быстрее, короче. Что у нас тут? Нету бума какого-нибудь тут. Есть бумы. Инструменты. Давайте инструмент. А что-нибудь типа тик-так не будет? Бою мать. Я аж дернулся. Вот этого я не ожидал, конечно. Ладно, все. Что-то они меня заколупали. Пугать. Бум-бум. Ракеты. Бум-бум-бум. Бум-бум. Бум-бум. Инструменты. Где еще? Блин. Бум. Тоже мне придумали. Ракетница. Окей. Спешка. Хорошо спрятался, кстати. Вот что они мне здесь делают? У меня уже довольно большой фонарь. Конечно, можно было бы одержимый. Серьезно? Что у меня тут было? Взять свитошим угар? Да. И кто здесь будет одержимого вызывать? Вы еще прикалываетесь, что ли? Нафиг он мне нужен. Блин, он вернулся от топора. А, тут же бум-бум. Можно было его использовать. Блин, что я сейчас за бред несу? Можно бум использовать. О, новый фонарь. Огромный фонарь. А, нет. Бум-бум-бум. Я, кажется, зря это сделал, да? А, нет. Тут будильник. Что ты не сделаешь, ради будильника? О, неужели? Да быть не может. Сейв. О, да, милый. Как давно я тебя не видел. Фу, ну все, я спокоен теперь. Фонарь. А этот фонарь? Знаешь, тебе придется преодолеть это место. Мне кажется, решение скрыто в тех словах. Да, пожалуйста, и ты ими воспользоваться. Твоя принципиальность потрясает. Ну да, я знаю. Ну ладно, сядем за фонарь. Да, я знаю, что... Его можно усилить. Я знаю, что не стоит баловаться с этим. Раз, мост. Два, мост. Не хреновый такие мосты. А, вот как все и должно быть. Я даю советы, ты им исследуешь. Вот тогда все идет как надо. Когда ты пытаешься что-то сделать самостоятельно, тогда аж тебе битты. Блин, музыка просто... Я ж не говорю ничего такого, к чему ты сам не пришел. Я ж и выдумка, помнишь? Такого толку от нас ушел бы сама. Нет, это замечательно. Возможно, поможет тебе исцелиться. Тут такая музыка, то что тебе прям шипят в уши и кажется то, что... Блин. Блин. Я думал, перепрыгнуть надо. Кажется то, что рядом с тобой враги, хотя это не так. А, нет, вейк. Фу, я думал, он прыгнет за ними. За патронами. А мне нужны патроны. Давай, говори. Собственные слова Вейка «Устилающие землю». Его книги популярны и отвергнуты, словно грязь под ногами. В обложках и переплетах, обернувшиеся против него. Мусор. Дешевый мусор. Я и раньше видел странные копии себя, но не такие. Тот я, которого я увидел, казался безумным, как спятивший автор, уничтоживший мучения главного героя, который был уничтожен и уничтожен его. А, но... Ты ведь уничтожил Алекса Кейси, героя своих книг. Блин, капец, просто здесь звуковое сопровождение. Ну, я того манал. Постоянно кажется, что... Что-то нехорошее вообще. Опаньки. Книги. Но вот здесь вот он... Нихрена себе он советские энциклопедии продавал, или... Советский словарист, в смысле, энциклопедический, или... Или что вообще? Или, блин, детективы. Внутри вы посмотрите. Я читал книгу «Крестный отец», она и то была меньше. Вот это опасно. Такой княженцей можно и убить. Но я думаю, они... Тут продумано так, что они на меня не упадут. Вороны, враг, одержимый. Серьезно? Они думают, что я буду это засвечивать? Ха, смотрите-ка. Забавно. Одержимый, наверное... Да. Очень быстро они сетываются. Фу. Это было опасно. Очень быстро. Буквально наводишь на них. И они сразу же становятся. Сигнальная ракета. Не-не-не-не-не. Она сейчас запустится, и всех тут, блин, сетывает. Ал, давай, будь осторожней. Это не те слова. Тихо. Книжка. А потом говорят, что книжки только... Ну, что они не вредят, короче, здоровью. Вот, Алан Вейк может с этим поспорить. Постараемся идти по краю. Я, в принципе, не вижу здесь ничего такого, что могло бы... А... 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 Блин. Ну, фонарь благомощный. Со слабым фонариком-то против птичек тяжело сражаться. Так, прям как ковбой. Я, правда, и не с птичками сейчас сражаюсь, но да ладно. Интересно. А что будет, если всех их разбудить? Ну, я не хочу проверять это, конечно, но... Ну, все равно интересно. Тихо, не падайте, господа фальшейферы. Вы можете мне пригодиться. Идем сюда. Читаем. Земля тряслась, фонари прорастали сквозь землю, безумно сверкая и рассыпая искры. Во тьме Уейк увидел полчаса силуэтов, нетерпеливо подступающих к нему, и уже чувствующий вкус крови. Вот это уже... Довольно серьезное предупреждение, я бы сказал. Фонари? Да. Ладно, это очень странно. Ты странный. Барри, это все действительно родилось у меня в голове. Ал, просто это место так устроено. Весь этот хаос, из твоей башки. Тут нет врага хуже, чем буйное воображение. Но ты плод моего воображения. Да-да-да-да-да, знаешь что, Ал? Сделай себе одолжение. Перестань гнаться за чем-то там. Я не успел прочитать. Вот хорошо, вам всегда можете перемотать. Но ведь фонари, они на моей стороне. Разве нет? Блин. У меня всегда есть возможность получить по хребту. Бля. Я уже начал уворачиваться, но... Как-то неудачно. Фонари вроде бы помогают, а вроде бы и бесполезны. Бля, вот это я неудачно нажал, но вернуться и сдох. Да, похоже тут надо с фальшейфером или... Гранаты. Как насчет гранат? У меня есть гранаты. Две. Или попробуем тупо пробежать. Восьми я увидел полчища силуэтов, нетерпеливо поступающих к нему. Да. Полчища силуэтов, значит, да. Бля. А, ну они должны мне хп восстанавливать. Ну какого черта получил по башке? Да, кажется тактика не бей и беги, а разумно проходи здесь тоже действует. Сейчас проверим. Да, похоже... Бля. Медленно проходить, похоже, лучше. Сказал бы я, если бы не был... Снова на волосок от гибели, как обычно. Их бесконечно. Нельзя просто взять и встать... В этой... На свету. Свет меня даже не лечит. Слишком уж их много. Блин. Контрольные точки будут здесь когда-нибудь? Смотрите, тут целых три фонаря. Я должен быть здесь прямо в безопасности. Но... Бля, вот что значит не вовремя нажать уклонение. Пошли вы. Не хочу я с вами там светиться. Во. Это явно непростой фонарь. Это спасительный фонарь. О, да. Контрольная точка. Фу. Ну ладно, это хорошо. Потратил сигнальную ракету и у меня их осталось всего... Вон как мало. Шесть штук. Вместо семи. О. Кто у нас тут? А, да. Тор Андерсон. Бог грома и молний. Пьяница с буйным характером и кувалдой. Подходите, подходите все. Взгляните в лицо убийством и бурям. Этот голос уходящей эпохи, открытый для читателей Барри Уиллера, предлагает принципиально новый подход к старым проблемам. Только попробуйте уйти из книжной лавки без книги самоучителя. Гвозди бы... Гвозди бы делать из этих людей предисловие Барри Уиллера. То есть он уже начал их протестировать, то есть это не сразу же после этих событий, после первой части. Потому что, ну, наверное, ему понадобилось бы время, чтобы начать их протестировать. Колеса. Красная коробка. Красная коробка. А, это хорошо. Колеса. О, на машине будем кататься. Отлично, ГТА. Пока не откройте дверь, не пойдешь на склад. Если я сделаю это, почему это все так запутано? Все потому, что ты сложный человек, и тебя никто не понимает. Заткнись. Но я говорю, пари. Да, наверное, это не обязательно было вам переводить. Ну, как переводить, я не переводил, я читал. Ускорить, рулить, тормозить, ехать. Охрененное управление. Смотрите, ускорить? Васт. Рулить? Васт. Тормозить? Васт. Найдите правую кнопку, чтобы усилить свет фар. Опаньки. Бля, вот это жесть. Начало. Блин, они хорошо управляют. Лучше, чем копы в ГТА. Думаю, сейчас я машину-то быстро себе просру. Блин, это какой-то советский УАЗик. Он полный кал, короче. Кто говорит, что это безумие? Уж не парили Уиллер случаем. Охренеть, они выкинули меня из машины. Или ей кафкана пришла. Что-то мне кажется, что машина здесь необходима в дальнейшем. Так что, думаю, мы на этом. Или что там еще колеса? Попробуем взять еще. Ну ладно, попробуем в следующем ластплее. А пока, если вам понравилось это видео, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал. Оставляйте комментарии. Вступайте в группу ВКонтакте. И советуйте друзьям. А с вами был Сет на колесах. До свидания.